Дорога, которая нет. Так в народе называют единственную на Ринмаре транспортную артерию, которая соединяет центр окружной столицы с поселком Искателей. В эфире нашего телеканала выходили и продолжают выходить репортажи об отвратительном качестве дорог. Оправдания дорожников, обещания чиновников, пока это все, что нам удалось услышать в ответ на вопрос, а будет ли хоть когда-нибудь на Ринмаре хоть что-то отдаленное, напоминающее нормальную дорогу. К слову, за последние две недели увеличилось количество аварий. Этот инфоповод мы и решили взять за основу нашего репортажа. И сегодня мы с моим коллегой-телеоператором отправимся по маршруту на Ринмар в поселок Искателей, чтобы на собственном опыте испытать все прелести нашей центральной дороги. Поехали! Ямы. Первая и самая наболевшая проблема, которую озвучивают автомобилисты. Отвратительные дороги. Особенно ремонт этого года ямочный, он отвратителен. Все ямы, что были прежде, снова выбило. А так как они дороги ремонтируют, асфальт ложат, яма на яме, который асфальт положили, он через месяц уже его как и нет. Когда ремонтировали, то те же ямы поставали, все-таки повевало, все. В последний раз капитальная реконструкция дорожной сети в городе была проведена почти 10 лет назад. Тогда целиком заменили асфальт. С тех пор лишь сезонные ямочные ремонты. В этом году он еще не закончит, хотя по срокам уже должен был. Чтобы выяснить, почему же дорожники опоздали аж на месяц, мы решили обратиться к начальнику управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности администрации города Наринмара. Но от интервью он отказался, ссылаясь на плохое самочувствие. Мы делаем репортаж по поводу состояния наших дорог наринмарских. И как вы можете вообще в целом прокомментировать, в каком они состоянии и почему не сделали ремонт? У меня сегодня давление, я не готов сегодня. Давайте завтра. Мы созвонили с ним на следующий день, но Александр Васильевич был занят. Тем временем в ДРСУ ссылаются на позднее прибытие в Наринмар необходимых ресурсов, а еще нехватку специалистов. Последние четыре сезона асфальтированием занимались приезжие бригады из южных стран. Сейчас рабочие не приехали. В итоге этим летом дорогу приводили в порядок наши местные кадры, не имея должного опыта. А ведь зачастую водители, пытаясь объехать колдобины, выезжают на встречную полосу и создают тем самым аварийные ситуации. Мы также прокатились по всем ухабам центральной дороги. Каково же было наше удивление, когда яму мы обнаружили даже на участке с полностью обновленным дорожным полотном. Далеко ехать не пришлось. Вот этот участок дороги в центре города отремонтировали буквально на прошлой неделе. Тогда дорожники полностью заменили полотно на дороге. Спустя несколько дней после первого дождя все их старания растворились. Сейчас мы лично в этом увидимся. Вот видите? А ведь тогда, неделю назад, мы общались с мастером этого участка. Он заверил, как минимум сезон новое дорожное полотно останется новым. Сезон у нас нынче неделя. А вот этот асфальт, он долго прослужит? И ямы будут на нем появляться при первом дожде? Ну, при первом дожде не будет яма появляться. Но он прослужит. Ну, сезон точно прослужит. А там видно будет уже как. Дыру на новом участке в тот же день дорожники залатали. Впрочем, опять тем же сжженным асфальтом. Бесконечную заливку ям на дорогах можно назвать не иначе, как мартышкин труд. Истинную причину плохого качества асфальтовой смеси никто не называет. Можно лишь предположить, что на асфальтовом заводе ее не варят, как должны, а пережигают. Результат налицо. После первых осадков новое дорожное покрытие начинает крошиться. Вот участок дороги на факеле. Здесь целый ряд ухабов и выбоин. А между тем, руководство Доримстроя все ждет благоприятной погоды для ямочного ремонта. Пока никаких не уйдется в работу. Так что, пока мне нечего вам сказать. На следующей неделе погода позволит. Будем ямки заделывать. Еще одна причина аварийности на дорогах, отсутствие на них дорожной разметки. Улица Первомайская. Здесь разметки нет вовсе. Вот это единственное место, где хоть какое-то подобие есть. За этот участок дороги отвечает КБ и БО. За лето предприятие должно было аж трижды обновить дорожную разметку. Вместо положенных в трех раз сплошные и прерывистые нанесли всего один. Нам стало известно, что за нарушение нормативов ГИБДД по Ненинскому округу муниципальному унитарному предприятию КБ и БО вынесло административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Впрочем, сами сотрудники комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию с решением дорожной инспекции не согласны и хотят обжаловать постановление. Мы попытались узнать почему, но встретиться с руководством нам не удалось. Директор готовил доклад и от интервью отказался. На следующий день мы вновь попытались связаться с руководителем КБ и БО, но трубку в приемной никто не поднял. Еще один вопрос, который заинтересовал не только нас, но и, пожалуй, всех автомобилистов, почему в час пик, утром, в обед и вечером, когда люди спешат на работу или домой, по центральной дороге еле плетется тихоходная техника, за которой тянется вереница автомобилей. В больших городах все работы по ремонту, благоустройству и очистке автомобильных дорог проводятся либо поздним вечером, либо ночью. С этим вопросом мы вновь обратились к директору Дориемстроя. Руководитель дорожного предприятия опять немногословен. По федералке наши ездят. А нельзя ли, например, сделать так, чтобы не убирали ночью, потому что людям создают пробки? Ночью можно, но плохо видно. Я считаю, что неоправданно. Смысла нет никакого. Люди как ставили машину, так и ставят. Единственное, что будут сейчас все в одну сторону стоять. Этот мужчина рассказывает о недавних дорожных нововведениях в нашем городе. Зачем движение по улице Пырерка и Ненинская сделали односторонним? Вопрос интересует наринмарских водителей. Стало интересно и нам, для чего же нарушили привычную транспортную схему. Оказывается, это сделали по многочисленным просьбам самих же автомобилистов. Один из немногих, кто пошел нам навстречу и дал исчерпывающее объяснение, старший госинспектор ГИБДД Александр Павлинов. Когда было электронное движение на данных участках автомобильных дорог, у нас получалась такая ситуация, что было конфликтной точки в плане каком, что людям приходилось езжать на полосу встречного движения, и получалось конфликтной точки, что люди едут друг к другу навстречу. То есть некогда было, нет места для маневров транспортного средства. В связи с этим, нами было принято решение, вынесено предложение проектной организации о том, чтобы предусмотреть на данных улицах одностороннее движение, стилю убрать вот эти конфликтные точки. Потому что также был такой вопрос, что если по улице Пырельково неоднократно просьба граждан разобраться с ситуацией некуда поставить, в то же время никак не проехать. Когда мы приняли такое решение, и это было внедрено в жизнь, то в принципе от людей заявление как-то кылых не поступает. Я думаю, потому что неудобства здесь никакого большого нету, и можно заехать спокойно с параллельных улиц, и много у людей не затрачивается времени. Я так считаю, что наоборот, даже у людей затрачивается меньше времени для того, чтобы проехать, чем когда им приходилось разъезжаться во вред своей нервной системы, так скажем, где может быть как-то неправильно выражено, потому что люди действительно проезжают спокойно, не надо ругаться, ждать, когда кто-то за кого-то пропустит. Вот с этим, в связи с этим, наверное, было проектное решение по одностороннему движению. Отсюда напрашивается вывод, для снижения аварийности в нашем городе хоть что-то оно делается. И это не может не радовать. Какие проблемы? Сами дороги у нас, они есть проблемы. Нормальный, полный ремонт, а не за латание дыр. Все, без вопросов. Хорошо, и как считаете, почему наши дорожники так плохо ремонтируют? Или финансирование, или руки не совместно растут. Я не знаю. Так почему же в столице нефтяного региона, региона, в котором расходная часть бюджета составляет больше 16 миллиардов рублей, не могут сделать элементарного качественного ремонта одной единственной дороги? Вопрос этот, пожалуй, риторический. Один сатирик сказал, в России главная беда не дураки и дороги, а те, кто тратит деньги на обучение первых и ремонт вторых. И он отчасти прав. Только вот страдают от этого не первые и не вторые, а водители и пешеходы. Аварийность в Ненинском округе уже второй год стабильно держится на одном уровне. По последним данным, за 2014 год количество аварий увеличилось. За 9 небольших месяцев произошло 38 ДТП. Погибло 2 человека. Пострадало 42. Виноватых сейчас искать нет смысла, но сделать все необходимое для снижения аварийности – прямая обязанность дорожников. Я думаю, что надо просто выполнять свою работу. Надо привести разметки на дорогах, знаки в соответствии, сделать освещенность, желательно лучше, чтобы было на пешеходных переходах. Так как у нас люди сейчас стараются все-таки припереть к пешеходным. Ну, я говорю, чтобы каждый выполнил свою работу. Плохое освещение на дорогах – это проблема – одна из главных причин аварийности. В условиях плохой видимости от трагедии не застрахован ни водитель, ни пешеход. В заключение нашего путешествия по Наринмарской горе дороги мы решили проехать из Искателей в город. Освещение на центральной дороге работало практически везде. В темноте стояли только улицы Первомайская, Полярная, некоторые пешеходные переходы и весь район старого аэропорта. Пока мы готовили наш репортаж, освещение на центральных улицах города заработало, и найти неосвещенный пешеходный переход стало крайне сложно. Нам удалось это сделать, мы свернули с главной дороги и обнаружили несколько неосвещенных пешеходных переходов. И переходя дорогу на таком участке, никто не может быть застрахован от трагедии. А ведь если бы все пешеходные переходы были освещены так, как этот, трагедию удалось бы избежать. Впрочем, если бы все те, кто отвечает за состояние и содержание дорог, делали свою работу добросовестно, удалось бы, наверное, не только снизить аварийность в нашем регионе, но и построить, наконец, качественную дорогу. Сами ведь вы тоже по этой дороге ездите. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Вадим Стасюк, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!